Здравствуйте друзья! Давно я не делал видео по настройке и работе Home Assistant, а тут как раз хороший повод появился в виде интеграции Android TV Remote в майском обновлении Home Assistant. Она дает возможность управлять устройствами Android TV, отправляя команды и запуская приложение, аналогично обычному пульту управления. При этом используется стандартная служба Android TV Remote Service, которая уже установлена и активна на большинстве телевизоров или Android Box. Мы разберемся как устанавливать интеграцию и подключить ее к телевизору, как пользоваться ее сервисами и создадим полноценный пульт управления в интерфейсе Home Assistant. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. После того как вы обновите Home Assistant до версии 2023 5, он начнет автоматически обнаруживать активное устройство на Android TV. Нажимаем кнопку настроить на выбранном устройстве и затем подтвердить. На экране телевизора появляется пин-код, который нам нужно ввести в окне интеграции. Создается запись для нового устройства. Она содержит только один объект remote, это пульт управления, при помощи которого мы сможем управлять телевизором. Давайте рассмотрим сервисы этой интеграции, которая позволит нам управлять телевизором, ссылку на документацию я оставлю в описании. На данный момент есть два сервиса, первый служит для отправки команд, он так и называется. По сути он имитирует нажатие той или иной клавиши пульта управления. В поле данные сервиса мы указываем какую конкретно команду мы хотим отправить, а в поле цель указываем на какой именно из добавленных пультов. Есть список всех доступных команд, которые можно использовать для данного сервиса, ссылку на него вы также найдете в описании. Второй сервис запуска приложения, это тоже аналог кнопок на пульте, которые имеют подписи типа YouTube, Netflix и т.д. В качестве данных передается ссылка на нужный сервис, в данном случае YouTube. При первом запуске телевизор спросит, как ее открыть, в браузере или через приложение. Выбираем свой вариант и указываем, использовать например приложение всегда. Примеры таких ссылок YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+. Теперь перейдем непосредственно к практическому применению. Я сделал вот такой пульт, в котором применил оба сервиса интеграции и самые необходимые команды. Ссылку на текстовый файл с кодом этого пульта вы найдете в описании под видео. Мой интерфейс создан в ручном режиме, мне так удобнее и гораздо быстрее чем в конструкторе, но кто привык работать в нем, думаю без труда разберется тоже. Кнопки пульта скомпонованы в горизонтальные ряды. Я использую стандартные карточки кнопок, но если вы захотите использовать какие-то другие, то подойдет любая карточка, которая может запускать тот или иной сервис. Для примера возьмем одну из кнопок пульта и разберем из чего она состоит. Подбираем подходящую по смыслу иконку, я использую стандартный набор, его вполне достаточно и указываем название объекта, через который будем управлять телевизором. Вот блок который будет выполняться в случае нажатия на эту клавишу в интерфейсе. Тут используется сервис запуска команды. В данном случае перехода на домашнюю страницу, такая кнопка на пульте обычно имеет иконку в виде домика. И целевой объект, пульт который создался интеграцией при подключении к телевизору. В некоторых случаях может понадобиться удержание той или иной кнопки, например центральной для вызова контекстного меню. Это прописывается дополнительной командой с указанием времени задержки, например полсекунды. Для кнопок право-влево, которые могут использоваться для перемотки, я сделал по три варианта задержки, на одну, две и три секунды, в зависимости от того насколько далеко нужно перематывать. А это кнопка прямого запуска YouTube. Кстати тут можно указывать и прямой адрес на конкретное видео, которое сразу начнет воспроизводиться. Давайте посмотрим как это работает. Стандартные кнопки навигации, которые перемещаются по меню телевизора. Центральная кнопка выбор активного пункта. Управление звуком. Перемотка кнопкой вправо. Теперь с заданным удержанием на одну, две и три секунды. Тут за три секунды перематывается полчаса. Прямой запуск YouTube. Вся навигация работает и тут. Все быстро и удобно, а во многих случаях более функционально, чем с родного пульта. Для моего телевизора и думаю у некоторых других моделей актуален один не очень удобный момент, когда он выключен, управление через эту интеграцию не работает. Пульт находится в состоянии неактивно, никакие команды работать не будут. Я выхожу из положения при помощи ИК контроллера от Broadlink, ссылку на видео урок я оставил в описании. В нем показано, как я при помощи сенсора мощности розетки, в которую включен телевизор, получаю обратную связь и понимание работает он сейчас или нет. Кстати, после внедрения этой интеграции я, пока в тестовом режиме, решил привязаться к объекту пульта. Телевизор будет считаться работающим, если статус объекта не равен недоступно, пока понаблюдаю. Суть в том, что если система считает телевизор выключенным, не имеет значения по потреблению или статусу интеграции, то при нажатии на кнопку включения отправляет соответствующую команду через ИК канал контроллера. А телевизор, несмотря на то, что его штатный пульт работает по Bluetooth, воспринимает его и в выключенном виде, главное чтобы было питание. Тут я для перестраховки добавил команду перезагрузки объекта пульта через 15 секунд после отправки команды на включение. Если этого не делать, то он во многих случаях оживает через минуту-две, но бывает что и раньше. Телевизор выключен, пульт не активен. Запускаем через ИК команду. В этот раз пульт ожил сам и быстро. Все работает. А это прошла перезагрузка из автоматизации. На этом все, думаю этой информации достаточно, чтобы разобраться с интеграцией Android TV Remote и настроить ее под свои нужды. Конечно кроме интерфейса ее можно использовать и в автоматизациях, с сервисом все равно как их запускают, принцип работы один и тот же. В комментариях пишите, насколько полезен вам такой способ управления и нашли ли вы какой-то способ применения кроме интерфейса. Делитесь своими идеями, задавайте вопросы. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете ссылки на документацию, обзоры упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!